Праздник схождения благодатного огня Ректор Агу Алеку Алексеевич Блараме попросил съемочную группу абхазского телевидения встретиться с жителем Иерусалима Евгением Плоткиным. Наша встреча состоялась на территории старого города. Я первый раз приехал в Абхазию, было давно, и я помню прекрасно свои ощущения такого внутреннего праздника. С другой стороны, Абхазия для меня была уже тогда не чужой страной, потому что, Олег Алексеевич, мы много говорили. А кроме того, что мы много говорили, мы много молчали. И это, давай, не меньше, может быть, для нас, для понимания традиций, и, может быть, ментальности. Третий источник для меня лично, это, конечно, Фазиль Искандер. Книги Искандера, это была каждая книга события. Они настолько были проникнуты теплотой и юмором, а может быть и злобой и юмором, но в любом случае они были мудрые. И вот, может быть, культура книг Искандера, она очень много что-то нам дала. Мы с Олегом Алексеевичем много работали, много думали, и то, что мы продолжаем, это для меня, для моего Павла, огромное счастье. Что касается Абхазии в целом, вы знаете, одно из вещей, которые здесь понимаешь, в Израиле, это как близко и неожиданно бывает война. Как она проходит, просто как накатывает, и ничего с этим не сделаешь. Когда-то мы поднимали бокал за мир во всем мире. Вот здесь очень хорошо понимаешь, что это не пустые слова. Когда в Абхазии оказалось в центре этого ужасного конфликта, единственное, что хотелось мира, отсюда, там, дальше, будет видно. Хватит ума, мудрости у народа, все будет нормально. Надо было мир почувствовать. Когда появился мир, здесь это чувствовалось очень хорошо. Просто как бы волна новостей из Абхазии стала спадать. И это было слава Богу. Мне кажется, что перспективы Абхазии на самом деле очень хорошие, прекрасные. При условии стабильности и умного, такого разумного, рационального подхода, страна, которая находится на берегу Черного моря, со всеми вытекающими отсюда климатическими последствиями, замечательной. Страна, которая туристически богата не только Черным морем, но и пещерами одними лучшими в мире. Есть бальнеологические курорты. Есть возможность подниматься в горы, в Абхазскую войну, с Ванетию. Есть возможности просто сделать это нормальной, я бы так сказал, страной на хорошем европейском уровне. Кроме того, я бы сказал, что мне и я встречался с людьми в Абхазии, что не нужно ограничиваться только в туристической составляющей. Университет нормальный, образование вполне на уровне. Эти люди, как только у них будет возможность, они могут ездить по всему миру, приезжать и уезжать. Это не то, что человек должен сидеть. Он просто одна из единиц, которые составляют большой мир. Ни от чего не отделен. И считаю, что положительно, что с Россией сейчас нормальные отношения, вообще нормальные отношения, это очень важно. Поэтому я заканчиваю тем, что я вижу, что отсюда и страны воюющие, что единственное, что нужно, это стабильное беспокойство. Продолжение следует... Евгений Борисович, сын патриарха советской и израильской алгебрейской, школ Бориса Исааковича Плоткина. Это выдающийся, знаменитейший математик. У него ученики, можно сказать, во всем мире. Очень сильная школа. В свое время я был его докторантом. Да, в Риге два года. В результате родилась докторская диссертация. Сын его, Женя, у Бориса Исааковича два сына, Евгений и Анатолий. Анатолий инженер. А вот Евгений вырос блестящего математика. Я бы сказал, энциклопедиста. Человека, который идет по стопам своего отца. И если начинал с тех работ, которые Борис Исаакович когда-то сделал по теории групп, то сегодня создалась очень хорошая группа, я бы сказал, школа профессора Плоткина, которая занимается таким обобщающими работами, связывающими алгебру, логику, геометрию и другие направления математики. Это целая школа. В нее входит Евгений, входит жена Евгения, Татьяна, входит Елена Алладова из Пензы. Ну, это вот костяк. Я тоже вхожу в эту группу. И всегда мы, так сказать, друг другу даем информацию, что получается и так далее. Но во главе, конечно, всего стоит Борис Исаакович. Вообще в науке я всегда это говорю. 5% генераторов идей, а 95% это исполнители. Но бывает по-разному. Значит, исполнители тоже становятся иногда генераторами. Но самый знаменитый ученик Бориса Исааковича – это Илья Рибс. Целую историю можно рассказывать о нем. Но вот в математике у него блестящие результаты. И как пример скажу, он расшифровал коды Торы. Это древнее еврейское название пятикнижника. Это то, что, значит, веками не удавалось, это делает Илья Рибс. Сегодня Евгений – очень широко известный математик. Но не только. Он любит историю. Он любит литературу. Он много путешествует. Он любит собирать камни. И столько у него, как целый музей дома этих камней. Семья Плоткиных была у нас в Абхазии несколько раз. Борис Исаакович – почетный профессор нашего университета. Они приедут наверняка вот и на юбилей нашего университета. Дарья Зиновна – это супруга Бориса Исааковича. Она не математик, но она все термины математические знает. Вынуждена знать. Я очень рад, что в свое время меня свела судьба с таким великим человеком. Я желаю этой семье благополучия, чтобы, значит, в будущем не сдавать свои позиции очень долго. И удовольствием жду их на наш юбилей. История Исааковича для великальных целей, скажем так, для богослужения и так далее. Письменность еврейская и письменность идышская – одна и та же. И вот был один человек, его фамилия была Терельма, который решил просто восстановить язык в качестве разговорного языка. Он заперся в квартире, говорил со своими только на иврите, с детьми только на иврите, с кошкой на иврите, и изобретал новые слова, поскольку в Танахе не все слова, скажем, радио, телевизор, где не было. Вот. Так были созданы первые, так сказать, шаги. Дальше возникло некое желание сделать иврит государственным языком, по простой причине, что и на иврите написано Тора, Ветхий Завет. Вот. Постепенно были созданы школы, все это было сделано в 30-40-х годах, до возникновения Израиля. Должен вам сказать, что иврит очень трудный язык, необычайно трудный. Это язык архаичный, не фонетический, не содержащий гласных, не содержащий многих знаков препинания. То есть вы должны почувствовать, что вы читаете. У вас нет графемы, у вас нет графического образа, в отличие от всех языков фонетических. Это очень трудно. Многие привыкают, многие мучаются, я до сих пор мучаюсь. Я говорю на иврите, но мне очень трудно читать. У меня нет такого предсказания, что будет контекстного предсказания. Вопрос, который вы задали, как чтобы страна заговорила на иврите или на абхазу, или на любом другом, должен для меня звучит просто однозначно, как сделать так, чтобы никто не пострадал при этом. Если вы хотите войны, сразу говорите. Вот так и только так. И это очень опасно. Я всей души желаю, чтобы абхазский язык имел не только статус государственного языка, а имел статус живого, литературного, интересного языка. Но это настолько деликатный процесс, что я просто призываю, чтобы не было каких-то силовых мест, чтобы люди не боялись. Абхазия все-таки многонациональная. Будет разные люди. Пусть будет все естественно. Я обратил ваше внимание, что сюда люди приехали в начале 20 века. постепенно возникали очаги еврейской культуры. И тогда потихоньку это все развилось, но все нормально. С другой стороны, многие знают здесь английский, русский. Арабский был вторым языком, когда мы приехали. Здесь живут люди с разным бэкграундом. И поэтому язык проблема. Моим родителям приходится, я не знаю, общаться на русском языке. Они у 90 лет, как они могут общаться на иврите, скажем, при приходе к врачу. Есть русские врачи, есть русские службы. Все можно сделать. Все можно сделать. Это я готов повторять. Как что-то Ром говорил, что Карфаген должен быть разрушен. Так Карфаген должен быть построен. И потом язык надо знать, надо знать корни, надо знать происхождение слов, надо чувствовать развитие языка, как оно произошло, что компелитивно, какое семейство. Постепенно должна возникнуть культура языка. Если этого нет, то это базар. Нам стало интересно видение наших проблем со стороны. Доброжелательное отношение к народу Абхазии, боль за послевоенную разруху и пожелание процветания, благоденствия и благополучия. Согласитесь, это дорогого стоит. Редактор субтитров А.Семкин